вы слушаете радио болткома утро на болткоме утро на болткоме продолжается александр шунин вместе с вами всем хорошего дня хорошего настроек хотя настроение может подпортить какая-то новость например о повышении тарифов и понятно что как-то рост цен несколько немножко огорчает ошеломляет там на жителей латвии и на всех отражается да и мы же привыкли да из детства из книжек маленький принц с утра как проснулся приведи свою планету в порядок ну то есть там подмети вынеси мусор и вот я думал что это было время и цены снижали там на какого у высоцкого там тоже была фраза но вот цены пока растут да приводим в порядок планету но и все становится дороже и дороже я вот к этому удовольствие конечно привести в порядок планету очень сильно дорогой хотя без этого конечно никуда то есть мы понимаем прекрасно что планету мы загадили и что-то нужно делать с этим и делать значит какие-то дополнительные расходы в общем все мы это ведем к тому что новый тариф на вывоз мусора конечно меняется но понятно в какую сторону то есть он не снижается повышается и причем повышается но не на пару процентов как иногда в общем как бы ну понятно что что-то так потихонечку ползут цены а когда они вдруг рывком процентов на 50 поднимаются конечно это вызывает какое-то но не то чтобы недопонимание ну какое-то в общем на огорчение у людей но вот мы попытаемся выяснить сейчас причины с чем это связано ну и каким образом что можно сделать вот с этим совсем будем мы говорить с янисом айсболтсом эко балтия виды здравствуйте доброе утро доброе утро да ну наверное действительно вот как поменяется тарифы новые тарифы и чем связано все таки повышение этих тарифов ну я так чтобы простыми цифрами чтобы чтобы людям понятно грубо говоря на каждого человека который который платит за счет счет за коммунальные услуги у него есть счете такая маленькая тоже отделение вывоз мусор но с 1 января я думаю что это примерно еще тарифы до конца не утверждены но примерно этот вырос прирост будет на каждого человека 5-6 евро в месяц на человека да то есть если у вас семья побольше конечно этот счет тогда побольше вырастает да потому что у вас просто больше мусора с чем это связано тут две две вещи две составляющие самая большая составляющая цене вывоза мусора это налог на захоронение и стоимость полигона который вообще этот но берет на захоронение мусор и делая всю обработку перед захоронением этого мусора и в этом году очень резко вырастут обе речи компоненты и полигон гетлине это вот именно в риге будет самый большой прирост да что полигон гетлине делает очень большие изменения в своем тарифе до вплоть до 90 процентов до почти в два раза увеличивать свой тариф и по всей ответу есть это будет составляющей которая будет на всю латвию работать по всей латвии меняется налог на захоронение он перед этим был запланирован что он будет расти от 65 евро на 80 но так как министерство министерство среды окружающие увидела что так скажем люди не сортируют надо инвестировать что все таки цены пусть растут на простой мусор еще выше что может людям это будет такое как кнут вместо пряника на который не работал кнут будет для того чтобы сорицевали то придумали что что налог будет расти не на не на 80 а на 95 евро за тонн то есть и на и прирост налогов он тоже запланирован выше чем перед этим было задумано то есть эти две составляющие но все операторы латвии для них это тоже только только часть расходов и эти часть расходов по закону просто переходит клиенту потребить я не знаю правильно понимаю ситуация следующая инфраструктура для сортировки мусора по большому счету не готова мусорников их не хватает мы же обсуждали в том числе по моему и с вами в нашем эфире что даже во дворах жилых домов места еще не определены где эти мусорники поставить обвинение со стороны министерства окружающей среды ну точнее обвинения недовольство жителями уже растет и нас уже наказывают это вообще как согласуется с логикой ну то есть ничего не готова но простых жителей уже наказывают ну с одной стороны это можно так воспринимать но с другой стороны любом случае у нас есть у нас и сейчас есть возможность так скажем избежать этот прирост начинается же сейчас все-таки еще и с два месяца до нового года да уже думать где это место для контейнера сортировочного поставить контейнер заказать операторы все уже выставят да то есть но хорошо что хотя бы есть эти два месяца да перед этим не могли может год или два придумать какое парковочное место так скажем выделить на сортировочный контейнер да но сейчас вот какое-то краткое время может это вот то что понимают люди что сейчас будет дорого да это уже будет по кошельку все-таки ударит ну тогда возможно возможно за это время люди начнут но но с какой стороны да это в том числе надо смотреть что что это наказание и для тех кто уже сортирует да потому что они на них уже круто да и но и им становится дороже но им надо думать тогда еще что больше сортировать новые материалы текстиль биология то что можно не себе нет ну опять же подчеркиваю мы не первый не последний раз в нашем эфире говорим о том что да сортировать нужно в том числе текстиль более того рассказываем об успехе этого процесса так далее но когда на уровне всеобщего роста цен еще и это растет причем ну да там гетлине почти в два раза задрали свои ценники этот налог еще сумасшедший а вы как профессионал в этой сфере как считаете насколько чисты к весне у нас будут леса при рижье или ну просто все же первое повезут в лес ну я тут с вами согласен это большой риск и мы его например тоже уже высказали то же самое риге да потому что нас каждые две недели собрания шрига по поводу чистоты по поводу убора мусора да и ну на наша большая тоже такая так скажем боязнь это то что не только лес да но и те контейнера которые думаны для сортировочного мусора который вывозится бесплатно ну люди начнут я думаю с нового года в них по мешочку по мешочку да выбрасывать не то что надо то есть ну другие будут сортировать от души и все чисто и красиво кто-то кто не захочет свой счет увеличивать будет искать где эти контейнера находятся будет туда выбрасывать простой бытовой мусор то есть это риска того что станет намного грязнее то что кто-то кто-то уже рассортировал а то есть ну я просто это для для людей если у вас контейнер сортировочный для упаковки он для всех доступен да то я советую все таки все таки подумать как его немножко или закрыть или скрыть чтобы там не знаю какие-нибудь нехорошие соседи еще кто-то кто мимоходящий не забрасывали туда чего не надо потому что к сожалению штраф то мы не сможем вывести бесплатно если туда будет мусор то есть получается что нужно контейнеры будет на замке держать ну какие-то оборудовать их замками или системой ну есть есть вариант с замками если есть вариант который принят уже десятками лет скандинавии да я знаю что тоже вокруг риги некоторые волосы начинают это делать как например рада же да то все контейнера каких-то возле даже многоэтажных домов они таких как ну заграждение да и ключ от этого заграждения он не только у жителей этого многоэтажного дома то ходят открывают и потом они там жаловаться что ну да там или кодовый замок например что такое да для своих да потому что ну это будет риск да если кто-то набросит ваш не знаю контейнер для картона много мусора но к сожалению или мы или любой другой оператор они должны будет выставить ну просто штраф за то что испортили один маршрут и надо ехать по второму разу уже с бытовым мусором у нас между тем телефонные линии разрываются буквально здравствуйте доброе утро доброе утро да говорите пожалуйста слышно меня да доброе утро вот смотрите у меня многодетная семья 5 человек я плачу уже 20 евро значит 5 и 5 25 это чё 45 евро за вывоз мусора они там не охерели а в правительстве ну снижайте налог тогда ну или компенсируйте давайте зарплату на 50 процентов поднимайте еще и такое очень понятный полностью согласны но вот я немножко может прокомментирую я может ошибусь из-за этого я извиняюсь этому человеку который довольно прямо но он понятно разъяснил да но но зная какие тарифы сейчас по регии возле реги 20 евро за месяц это немножко ваш дом не сортирует или если вы сами живете в частном доме значит вы не сортирует это много да это такое что что каждую неделю вывозится контейнеры ну например если это частном доме да что такой счет был бы должен выполняться каждую неделю полный контейнер когда будет такой счет да то есть это это много я бы сказал что средний счет в латвии он примерно сейчас на ну где-то 10-15 евро да но он вырастет до 25 примерно евро в месяц он не 20 и 40 как человек сейчас упомянул но это вопрос да но все равно два раза даже так как вы сказали да но но возможно возможно да это не ну это вопрос да человек или сортирует или не сортирует но на то что мы советуем да ну как так скажем другие может мои конкуренты операторы сейчас после эфира позвонят и скажут что ты тут рассказывал но пожалуйста правда посмотрите надо ли вам так часто вывозить мусор да ну наполняется ли ваш контейнер ваше право как клиент отменять частоту вывоза да это именно право клиент а как как вот это все происходит этот механизм вот например ну ведь понятно если дом частный это одно дело тут много жильцов дома должно ли это быть какое-то собрание жильцов это должно ну какой-то опросный лист который ну кто-то прошелся по вся это это должен быть опросный лист который потом дается дому праву да и дому прав тогда уже как как лицо доверенное до клиентов которые с нами заключил договор идет нам с заявлением вот пожалуйста менять там из трех раз в неделю на 2 до просто меняем и все контейнера остается на месте или если там слишком большие контейнера да иногда бывает частных домов я у клиентов есть право раз месяц раз в году менять и объем контейнер а то есть он может поменять меньше да то есть и оператор должен этим помочь и должен это сделать мы не можем отказать не мы не другой оператор а то есть это в руках клиента довольно много как все-таки ну рычагов как от этого подъема цены избавиться рычагов много главное теперь проводить что называется ликбеза о том как пользоваться вот этими возможностями ну потому что действительно это все очень 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 дорого у нас вот продолжают звонки поступать здравствуйте да пожалуйста доброе утро доброе утро вот и хотел поделиться опытом своим меня частный дом три человека проживаем у меня счет за месяц 2 евро 0 12 кубов вполне хватает ну конечно пищевые отходит компост уходит остальное уносим туда на новые дома где разделенные эти приемные пункты вот и а и самое главное что мы же они вывозят в основном воздух они мусор просто надо залить мусорник и запрессовать этот воздух и тогда вполне хватает 0 12 кубов семье за месяц вот и все что хотел сказать спасибо ну вот эти вот хитрости да вот которые можно мы которыми можно воспользоваться вот может быть вы могли бы еще вот нашим слушателям как-то их сформулировать то есть посмотреть во первых кто-то должен наверное проверить заполняется ли вот весь контейнер насколько рационально это используется можно поменять объем контейнера один раз в году и если уплотнять его то тогда в принципе тоже одна из таких не ну первое это начните сортировать да и первое то что особенные советы начните сортировать биологию потому что это и в риге и вокруг риги очень изредка где получается да но биология составляет 40 процентов от всего мусора да то есть это очень большой объем который он все равно будет на 3 или на 40 процентов дешевле да то есть начните социровать дологи потом посмотрите на график вывоза надо ли так часто потом посмотрите на объем контейнер надо ли такой большой да то есть вот и и совсем и когда вот все это сделали на листочке написали звоните своему оператору или пишите имейл где можно и в интернете эти заявки делал да все эти вопросы попишите вот хочу например начать сортировать биологии пожалуйста поменяйте график пожалуйста поменяйте контейнер и до нового года это осуществить еще все можно да немножко тяжелее как вы уже упоминали в дому права да там надо чтобы люди все-таки согласовали более чем половина да эти изменения но я думаю это будет и в интересах самого дома права что все-таки они видят что ну так скажем он выставит счет а если люди не начнут платить то мы то у него все равно будем спрашивать деньги да то есть в его интересах тоже все-таки выставлять счета которые люди смогут оплатить вот а что все-таки насчет полигона гетлине вот чем все-таки было вызвано повышение тарифа этого полигона что там происходит сейчас полигон гетлине тоже так скажем они просто в этом году ну так скажем их их незаслуженно может выставлять самими плохими в латвии да но тут суть суть совсем наоборот они просто первые в латвии которые запустили запустили по всем евро стандартам соответствующую обработку биологических отходов это очень дорогая система да им общие инвестиции были вплоть до 40 миллионов евро и просто со следующего года это эти инвестиции этот завод он запускается он сейчас вот в тестовом режиме он запускается следующего года эти инвестиции этого завода они входят в тариф да то же самое будет по другим полигонам латвии но только у них это будет 23 года потому что рига и вокруг риги сортирует биологию уже сейчас остальные регионы начнут 23 то есть это там этот приростом будет просто будет через год это не не вопрос какая-то злоумышленность гетлине это просто ну мы должны выполнить условия как обрабатывать биологию к сожалению то как в латвии перед этим это делалось мы считали правильно а и оператор и полигона но европа это посчитала неправильным и надо вот эти вот огромные инвестиции вместо того что работать как перед этим работали вот не про гетлине просто складывали в отдельную кучу биологии от этого получали газ знаете помидоры огурцы с этого газа росли да то есть очень хорошая система но к сожалению европа сказал так нельзя надо отдельный завод но получили тариф то есть получается что так как гетлинский полигон он по большому счету единственный но по крайней мере на вот эту вот ригу это что называется рижский регион 40 миллионов евро инвестиции их надо отбивать ну да их надо они вкладываются в тариф потому что ну они принадлежат риге и ропушкой волости но они не могут просто это только финансировать они это должны вложить в тариф хорошо разобрались а что будет с помидорами вы говорите европа сказала так нельзя помидоры огурцы куда-то тоже пропадут или они нет они не пропадут конечно результат от этого завода точно такой же есть есть газ который можно пользоваться в теплицах для 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 тепла да но есть еще и материал который технический компост и тут вот другая проблема завод построили газ будет все хорошо тариф вырос а в конце будет технический компост а вот его деть некуда его по правилам деть некуда как так а где европа с ее требованиями и регуляции ну вот тут вот и проблема отлично то есть они потребовали завод за 40 миллионов за завод построен он по оконцовке выдает технический компост который некуда девать и в самом начале процесса об этом как бы ну вы знаете ребята забыли в голову не пришло что у нас вот результат такой в том-то и дело да что там технический компост получается такого качества который например высыпать ну просто там не на поля нельзя по тем же самым регулировать отлично придумали интересно супер и куда его ну там хотя бы сжечь его можно там какая-то польза сожалению сейчас я знаю гетвине делают разные разные тесты и с рту и латвии с локсометтипсона что возможно начнут найдут какие-то культуры которые растут на этом техническом компосте да но опять же да европа просто переложила все на нас мы сделали ну к сожалению увы до гетлинину не они виноваты да они сейчас борются до последнего чтобы что-то можно было бы сделать но еще решение куда деть техническом компосте еще нет что мы успеем еще один буквально вопрос принять здравствуйте если можно очень коротко ну вот взяли гетлини значит там кредит или что но потом он выплачен будет а цены уменьшатся или нет надо как вот лидл появился сразу ремень и максимум паники понятно спасибо извините просто нас очень мало времени срочно устроим новый полигон уменьшится ли когда вы выплатят все эти инвестиции будут окуплены ну я думаю что вряд ли уменьшится тарифы да такого такого не бывает остается один выход сортировать два выхода сортировать мусор учиться ну это кстати правильно в любом случае и как-то стараться больше зарабатывать иначе непонятно я не сайсболтс председатель правления экобалтия вида был с нами на связи мы говорили о росте тарифов на в из мусора спасибо большое спасибо большое хорошего дня до свидания